привет друзья я окси еду за своим мужем он едет в доме на колесах впереди меня я еду за ним для того чтобы отвезти дом на колесах а пика так называется тех обследование машины нидерландском языке и я еду за ним соседний населенный пункт где мы можем отдать машину на обследование и через пару дней мы ее заберем так как если мы это не сделаем и куда-то решим поехать здесь в нидерландах очень высокие штрафы и придется платить очень большие деньги за то что просрочили apk пока я еду я как всегда решила немножко с вами поделиться такой информации мой сын приехал в нидерланды и хотел устроиться на работу конечно же мы смотрели разные варианты по знакомым по друзьям никому не секрет что в нидерландах очень много иммигрантов с польши поляков здесь наверное чуть меньше нидерландцев я бы сказала так как здесь на каждом углу можно увидеть компании по трудоустройству поляков и соответственно мой муж знает очень много поляков так как у него первая жена была полька и у него родилось две девочки от польки смесь у них получилось нидерландцы с поляками соответственно мой муж знает польский язык потому что он прожил в браке 13 лет и за это время он выучил польский язык он не раз посещал польшу родину своей бывшей жены и знаком с культурой и традициями поляков также у него в нидерландах есть недвижимость которую он сдает для поляков соответственно разговаривает на польском языке если надо какие проблемы устранить он это может сделать с легкостью так как владеет языком рассказать хочу вам историю о том что поляки очень многие открывают бизнес нидерландах сама фирма зарегистрирована в польше и они набирают на работу людей даже с биометрическими паспортами оформляют все через польшу они делают типа польскую рабочую визу человек работает типа в польше но филиал находится в нидерландах усекли почему так делают потому что они не хотят платить высокие налоги в нидерландах и так получается дешевле но некоторые прибегают более хитрому методу они просто набирают людей на работу и это считается черная работа черный заработок абсолютно без оформления просто ты устраиваешься на работу ты ходишь каждый на работу но ты не заключаешь контракт у тебя абсолютно нет никаких документов подтверждающие что ты там работаешь вот в такую вот сеть попал мой сын все началось с того что знакомый поляк сказал что мы можем тебя устроить ты не будешь платить налог государству аналоги в нидерландах высокие вы знаете это может быть от 20 до 30 процентов в месяц и чтобы избежать таких высоких налогов не платить многие хотели бы работать нелегально по черному поэтому они с радостью соглашаются идти на такую работу но так и получилось у меня с моим сыном он тоже сказал хорошая идея я пойду работать так как мне не надо будет платить медицинскую страховку 120 евро ежемесячно мне не надо будет делать отчисления в размере ну к примеру там 28 процентов ежемесячно как бы он сказал хорошо обещали 13 евро в час мы таки вау это хорошие деньги это не надо платить налог это очень хорошие деньги особенно для человека который только приехал не знает языка как бы нормально нету никакой квалификации у него поэтому считается что это достаточно хороший заработок хозяин предупредил что может быть такое что два-три дня не будет работы может иногда чуть больше в месяц мы такие месяц ну если два дня в месяц не будет работы ничего страшного и вот друзья устраивается мой сын на такую неофициальную работу значит и как бы все нормально неделю он проработал эта работа связана с установкой окон ему требовалось устанавливать металлопластиковые окна поляк закупал окна в польше привозил сюда и здесь устанавливал чаще всего конечно же это происходило среди поляков среди своих но иногда и нидерландцы этот поляк выучил нидерландский язык и он давал объявления в газету местную где предлагал услуги установки польских окон ну соответственно понятно что если это польские окна то они дешевле многие нидерландцы соглашались на такую услугу большинство случаев то были поляки и конечно же мой сын человек который никогда в жизни не устанавливал окна он не мог сразу с первый день прийти и начать их устанавливать ему надо научиться их устанавливать для того чтобы научиться ему надо хотя бы неделю-две поработать подсобником посмотреть как это происходит и потом уже начать устанавливать окна этот парень хозяин говорит значит если он не будет устанавливать окна значит я ему плачу 10 евро в час мы таки ну понятно ладно он типа новичок он учится он не знает ладно хорошо мы согласны за какое-то время это будет 10 евро в час не проблема так я припарковалась пока буду ждать мужа еще немного с вами поболтаю значит оплата должна была производиться каждый день либо раз два три дня как заканчивается объект установки ока через два-три дня он дал деньги когда мы посчитали что он мой сын проработал где-то 9 10 часов и он ему заплатил 60 евро мы говорим ну как почему такая сумма на что этот хозяин сказал у нас был обед обед не оплачивается потом мы ждали пока привезут окна но мой сын говорит я разбирал старые окна это не оплачивается понимаете он начал дурить не оплачивается обед не оплачивается пока ты разбираешь старые окна не оплачивается пока ты переодеваешься не оплачивается пока ты едешь на работу едешь с работы хотя приезжала машина такая большая как минивэн и забирала людей и иногда до работы надо было ехать полтора часа иногда час и соответственно это все не оплачивалась вообще в нидерландах в нидерландах оплачивается это все даже дорога чаще всего оплачивается ну конечно смотря какая фирма но бывает такое ну ладно не будем брать дорогу в расчет ну что нельзя заплатить за обеденный перерыв нельзя пока он там разбирает окна нельзя платить пока он переодевается он находится на работе короче этот высчитал там 15 минут там 15 минут там 30 минут обед и ты там разбирал короче два часа ты не работал два часа я тебе не оплачиваю ладно мы это схавали и но претензии предъявлять не стали когда он проработал еще два дня ему позвонили сказали работы больше нету тебе пару дней придется посеять дома эти пару дней затянулись на неделю после того как он неделю просидел дома он вышел проработал три дня и ему хозяин этот говорит надо посеять еще несколько дней дома он просидел еще четыре дня он вышел на два дня и потом еще четыре дня он сидел дома получается что он сидит дома больше чем работает и мы поняли в чем фишка соответственно этот парень всегда набирает себе людей потому что все уходят никто не хочет с ним работать после этого мы начали заниматься уже документами официально трудоустраивать моего сына на нормальную работу нидерландскую и я вам уже рассказывал предыдущем видео что мы столкнулись тоже с некоторыми моментами которые нас удивили в нидерландах о которых я не знала связано с документами а также после того как все-таки прописали зарегистрировали моего сына в дом мы столкнулись с тем что мы оформляли карточку банковскую депетную карту две недели на это заняло две недели почти потому что здесь все так происходит медленно первый день ты пишешь там заявление все документы собираешь потом пять рабочих дней мы ждали пришла карточка с информацией но не пришел сам код когда вы снимаете деньги с банкомата этот код не пришел он пришел аж через почти неделю ну короче пока это все почти две недели заняла вся эта процедура так что вот такая вот бюрократия в нидерландах и на это тратится очень много времени но делать нечего приходится соблюдать все правила и жить по правилам этой страны после того как все документы были собраны зарегистрирован мой сын надо было искать работу и наверное для человека который не знает язык я бы порекомендовала польские фирмы по трудоустройству которые называются и пи н это удобно потому что они ищут персонал обычно без знания языка потому что с польши приезжают много гастарбайтеров и там можно с легкостью найти любую работу необходимую вам но конечно вам желательно знать хотя бы английский язык для того чтобы общаться с человеком который вас будет трудоустраивать надо будет заполнить определенные бланки надо будет указать и ну что-то типа своих личных данных где вы учились какая у вас профессия какого сообразования семейное положение там предпочтение ваши разную информацию дабы дать эту информацию конечно надо владеть хоть каким-нибудь английским либо польским языком польский язык на самом деле несложный его намного легче выучить чем английский и нидерландский язык поэтому если вы из украины для вас вообще это будет несложно если вы с россией будет может быть немного сложновато но не настолько как учитель заново нидерландский либо английский язык затем предлагают пару вариантов и спрашивают куда бы вы хотели туда сюда соответственно наше было предпочтение это что-то в черте города уда так как мы проживаем в этом городе и нам хотелось бы чтобы это было недалеко от дома так как добираться все таки есть сложности с этим автобусы здесь не ходят так как в россии там в украине в молдавии здесь немножко другое транспортное сообщение она работает абсолютно по-другому ну и соответственно надо постоянно искать жилье недалеко от дома и мы столкнулись с тем что требуется очень много водителей если вы владеете категорией би и си то вы не останетесь без работы потому что здесь требуются люди с умением водить грузовые машины также хочу вам немного подсказать если вы делаете себе румынские документы и у вас к примеру есть молдавские водительские права вы делаете вначале внутренний румынский паспорт затем вы имеете право поменять и водительские права молдавские на румынские а когда вы приедете в нидерланды и зарегистрируетесь в нидерландах вы сможете поменять румынские водительские права на нидерландские и вам не надо даже сдавать экзаменов вот такая вот теорема пифагора что очень даже нам подходит единственное мы лоханулись мы сделали биометрический вначале паспорт а не внутренний румынский и поэтому нам надо отказаться ну как они отказаться а сделать начале внутренний для того чтобы сделать внутренний аннулируется биометрический ждется там где-то 40 дней потом делается внутренний течение 40 дней и потом вы опять ждете две недели вам делать биометрический загранпаспорт румынский и соответственно пока делается загранпаспорт можно за это время поменять молдавские водительские права на румынские вот такая вот информация может быть кому-нибудь это будет полезно но на этом я буду заканчивать свою болталку надеюсь вам было интересно послушать полезную нужную информацию для кого-то подписывайтесь не забудьте пожалуйста поставить лайк и всего хорошего смотрите мое следующее видео пока